Эдиокарская или Венская биота Большинство из них резко отличаются от всех других ныне известных живых существ и представляют собой загадочные, мягкотелые, в основном сидячие организмы, имеющие трубчатую структуру. По своей форме они подразделяются на радиально-симметричные и двусторонне-симметричные. Для подобных существ предложен собирательный термин Вендобионты, но их систематическое положение остается неясным. По мнению многих палеонтологов, они являются многоклеточными животными, но относящимися к типам, полностью вымершим и не оставившим потомков. В этом случае они входят в число древнейших найденных многоклеточных существ. Первыми найденными эдиокарскими окаменелостями стали обнаруженные в 1868 году дискообразные экземпляры Аспиделлы. Их первооткрыватель Мюррей счел их полезным средством для сопоставления возраста горных пород вблизи Ньюфаундленда. Однако, поскольку они лежали ниже древнейших эмбрийских слоев, считавшихся тогда содержащими самые первые признаки жизни, понадобилось 4 года, пока нашелся палеонтолог Элкана Биллингс, осмелившийся предположить, что они являются ископаемыми останками. Но и тогда, несмотря на его авторитет, его предположение не было поддержано другими учеными, из-за простой формы находок. Их объявляли следами выхода газов, неорганическими конкрециями или даже шутками бога. Больше нигде в мире похожих образцов не было. И споры зашли в тупик. В 1933 году Георг Гюрих обнаружил экземпляры в Намибии. Но твердое убеждение, что жизнь возникла в кембрийском периоде, заставило его отнести их к Кембрию, и никаких связей со спиделлой не было установлено. В 1946 году Рекс Прик нашел медузы в Идиакарских холмах Австралии. Но эти породы считались ранне кембрийскими, и его открытие вызвало лишь небольшой интерес. Так продолжалось до открытия в 1957 году знаменитой Чарнии. Это похожее на ветку ископаемое было найдено в Чармундском лесу в Англии. И благодаря подробному геологическому кортированию Британской геологической службы, не было сомнения, что оно относится к докембрию. Палеонтолог Мартин Гласнер установил, наконец, связь между ним и прежними находками. Благодаря усиленным поискам и улучшенной датировке существующих образцов, удалось обнаружить еще много Идиакарских останков. Все экземпляры, найденные до 1967 года, находились в крупнозернистых песчаниках, не сохранявших мелкие детали, что затрудняло истолкование. Все изменило открытие Мизрой, захоронений в Мистейкин Пойнте, Ньюфаундленд, Канада. На мелком вулканическом пепле этих захоронений были хорошо видны тонкие детали, неразличимые ранее. Большинство ископаемых останков представляют собой твердые части организмов, оставшиеся после разложения трупов. Но почти вся Идиакарская биота была мягкотелой и не имела таких частей. Поэтому ее массовая сохранность является приятной неожиданностью. Тут, несомненно, помогло отсутствие роющих существ. После их появления в Кембрии отпечатки мягких частей стали обычно разрушаться быстрее, чем окаменевать. По мнению большинства исследователей, все Идиакарские живые существа обитали в море. Суша еще оставалась безжизненной. Основу тогдашних биоцинозов, судя по ископаемым останкам, составляли цианобактериальные маты. Продукты их деятельности, строматолиты, часто встречаются в Идиакарских отложениях. Покрывая толстой, около 2 см слизистой пленкой, дно на мелководьях, маты могли служить пищей гетеротрофным животным и простейшим. Многоклеточным водорослям они, напротив, составляли конкуренцию. Тем не менее, наряду с матами, над ним встречались водорослевые луга. В 2012 году, палеонтолог Грегори Ретальяк, выдвинул гипотезу, что некоторые представители Идиакарской биоты были лишайниками и обитали на суше. Эта гипотеза тут же подверглась резкой критике со стороны других палеонтологов. В частности, они указывали, что Ретальяк не привел ни одного ископаемого к бесспорными следами сухопутного образования. В то же время, многие Идиакарские ископаемые имеют бесспорные следы морского образования. По своей морфологии, Идиакарская биота крайне разнообразна. Размер варьировался от миллиметров до метров. Сложность от очень малой до значительной. Несомненно, многоклеточность многих видов. Существовали как жесткие, так и желеобразные организмы. Встречались почти все формы симметрии. Заметим, что среди доидиакарских находок, многоклеточность и размеры больше 1 см встречаются крайне редко. Эти разнообразные морфологии пока можно разбить только на условные таксоны. Существуют поэтому различные их классификации, основанные на форме окаменелостей, почти всегда включающие раздел «прочие». для существ, не попадающих ни в одну из предложенных категорий. Среди недавних открытий докембрийских многоклеточных содержится множество сообщений об эмбрионах, особенно из формации Даушаньто в Китае. Некоторые находки вызвали сильные волнения в СМИ. Эти ископаемые представляют собой шарообразное образование из разного числа клеток, без полости внутри и часто с остатками тонкой неклеточной пленки, окружающей многоклеточные шарики. Долгое время велась дискуссия относительно происхождения данных ископаемых, вплоть до предположений, что они являются останками гигантских прокариот или формами осаждения минеральных веществ. Однако обнаруженные в 2007 году эмбрионы, окруженные сложно устроенной оболочкой, свидетельствуют о том, что окаменелости в Даушаньто это покоящиеся яйца многоклеточных беспозвоночных. Более того, стало ясно, что часть акритарх, обнаруженных в более ранних породах Даушаньто около 632 миллионов лет назад, в действительности представляет оболочки таких эмбрионов и относятся на сегодня к древнейшим прямым останкам многоклеточной жизни. Круглые ископаемые, такие как Эдиокария, Цикломедуза и Ругоконитес, вначале были отнесены к медузам. Однако теперь, ни одно из дискообразных Эдиокарских ископаемых не считают медузами. По одной из версий, это лишь прикрепительные диски неизвестных организмов, стоявших на морском дне. Но это плохо согласуется с большими размерами некоторых дисков, до 180 миллиметров. Высказывались также версии, что это гигантские протисты, актинии, даже морские грибы, либо вообще колонии одноклеточных. Достоверная интерпретация трудна, так как сохранились обычно лишь отпечатки нижней стороны организма. Дискообразные отпечатки, похожие на Спиделлу, в 2007 году были обнаружены в составе стерлинговской биоты, жившей около 1,8 миллиарда лет назад. То есть более чем за миллиард лет до Эдиокара. Это может означать древнейшие корни данной группы. Вендобионты Эти, пожалуй, самые необычные члены Эдиокарской фауны, имеют структуру тела, напоминающие стеганые одеяла, или надувные матрасы. Их тело как бы состоит из отдельных трубок, лежащих параллельно друг к другу и образующих плоский слой. Наиболее типичный диаметр трубок от 1 до 5 миллиметров. Обычно трубки отходят в обе стороны центральной оси тела, при этом часто ветвятся. На концах трубки бывают закрыты или открыты. В последнем случае они, очевидно, заполнены окружающей морской водой. Повторяющиеся ряды трубок, идущих влево и вправо, создают впечатление членистости. Но оно обманчиво. У вендобионтов лево и право ряды трубок всегда сдвинуты друг относительно друга вдоль продольной оси тела. Такой тип симметрии называется скользящей симметрией. У современных животных скользящая симметрия не встречается, хотя некоторые ее черты обнаружены у ланцетника. Процесс роста вендобионтов являлся изометрическим. Все части их тела росли в похожей пропорции, так что форма мелких и крупных экземпляров схожа. Ископаемые, напоминающие ветки или морские перья. Они состоят из ветвящихся трубочек. Каждая вет в свою очередь ветвится дальше и напоминает уменьшенную копию всего организма. Такое подобие называется фрактальностью. По мнению ряда исследователей, в основании главного ствола имелся еще прикрепительный диск, с помощью которого вся конструкция крепилась к грунту. Отпечатки таких прикрепительных органов мы наблюдаем как диски. Типичным представителем рангиоморфов является чарния. Вендобионты, имеющие овальное или лентовидное тело, состоящее из центральной оси и отходящих от нее влево и вправо не ветвящихся трубкообразных сегментов, плотно прилегающих друг к другу часто изогнутых. Предполагают, что их тело было сверху покрыто гибким органическим щитом. Таких животных называют прортикуляты. Систематическое положение вендобионтов остается неясным. Найденные цепочки следов доказывают, что вендобионты являются животными. Однако отсутствие у них рта, репродуктивных органов и даже кишечника и вообще каких-либо признаков внутренней анатомии делают их весьма своеобразными. Учитывая скользящую симметрию пор-артикулят, Федонкин предположил возможное раствор их с хордовыми. В 2008 году появилось сообщение о находке древнейших около 570 миллионов лет следов в виде ровного двойного ряда ямок, каждая по 2 миллиметра в диаметре. Предполагают, что это следы ног неизвестного двусторонне симметричного животного, прошедшего пацана бактериальному мату. В следующем кембрийском периоде найдено уже множество подобных следов, как и множество останков чернистоногих. Среди идиокарской биоты хищничество было крайне редким, не считая поедания бактерий. Ни на одном из тысяч экземпляров вендобионтов нет следов укусов, за что эта биота была названа макменамином или содом идиокары. Согласно наиболее распространенным гипотезам, многие ее представители паслись на поверхности цианобактериальных матов, всасывая либо соскребывая питательные вещества всей нижней поверхностью тела. Другие виды могли поглощать питательные вещества из воды, либо быть автотрофами, имея в своем уплощенном теле симбиотические водоросли или хемоавтотрофной бактерии. Но уже в конце идиокара появляются признаки хищничества. Так, в ряде мест до 20% окаменелости клаудин содержат отверстия диаметром от 15 до 400 микрометров, оставленные неизвестными хищниками. Некоторые клаудины были повреждены несколько раз, что говорит об их способности отражать атаки. Такая избирательность может свидетельствовать о существовании уже тогда специализации жертв в ответ на хищничество. Это один из немногих бесспорных следов хищничества до Кембрийского взрыва. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...